Ровно 150 лет назад, 25 декабря 1872 года, на свет появилась женщина, без всяких скидок, имеющая право на титул эпитет «Легенда». Женщина, произведшая революцию, точнее даже не произведшая революцию, а создавшая с нуля новую сферу экономики и вообще применения общественного труда, создавшая новый вид индустрии, речь пойдет о Елене Рубинштейн, основательнице одноименного косметического бренда. Настоящее ее имя Хая, она родилась в семье еврейского коммерсанта в пригороде Кракова под названием Казимиш, где жили одни евреи в основном в то время. Впоследствии это предместие было присоединено к Кракову. Краков в то время был частью Австро-Венгерской империи, как мы помним. Ее отец был довольно крупным бизнесменом, торговцем, одет по материнской линии, был вообще владельцем нефтяных скважин, которые в середине XIX века были открыты в Южной Польше. Но отец, когда его дочь Елена еще была подростком, всего в семье было восемь дочерей, ни одного сына, отец разорился. И Елена вынуждена была заниматься ведением домашнего хозяйства, поскольку прислугу рассчитали. И уже в подростковом возрасте показал себя как незаурядный деловой человек, бухгалтер, делопроизводитель. Она поступила на медицинский факультет Краковского университета, что в то время еще было редко, чтобы женщина получала высшее образование. Но не смогла там учиться, поскольку при виде трупа, или когда ей нужно было производить трепанацию трупа, или просто какую-то операцию, источники расходятся, она упала в обморок. И ее отчислили. Тем не менее, это не помешало ей на протяжении всей жизни утверждать, что она имеет высшее медицинское и фармацевтическое образование. И надо признать, что подобными мистификациями окутана вся ее биография. Даже точный год ее жизни неизвестен доподлинно. В Википедиях, например, в Википедии на английском языке указан 1871 год, в русской и других языках 72-й. Еще в некоторых источниках встречается 65-й, но все-таки в большинстве 72-й. Хотя я не исключаю, что она, чтобы казаться, что она в таком старом возрасте так молодо выглядит, себе несколько лет могла и прибавить. Но жизнь в захолустной польской провинции, видимо, ее не очень привлекала. И Елена, 19 лет, придумала, приняла решение эмигрировать к родственникам в Австралию. Хотя Австралия тогда вообще считалась краем света, дикой глушью. Но, тем не менее, она смогла накопить на билет, на самый дешевый, на корабль. И в итоге оказалась на зеленом континенте. Она работала продавщицей в магазине, принадлежавшей ее родственнику, в одном из маленьких городков неподалеку от Мельбурда. Мельбурд – это штат Виктория. И когда она уплывала, мать дала ей с собой несколько баночек с кремом косметическим местного производства. И когда она оказалась уже в Австралии, она начала среди знакомых женщин всячески его рекламировать, называя его такой вот крем косметический, незаменимым средством для женщины, живущей в жарком, экстремальном, можно сказать, кремоте Австралии. И, хотя не с первой попытки, тем не менее, ей удалось убедить женщин в преимуществах этого нового вида товаров. Она экспериментировала с разными химическими составами. Сначала тот крем, который она захватила с собой в качестве эмульгатора, содержал ланолин, то есть овечий жир. И он был не самым лучшим вариантом, то есть с точки зрения вот мыслинистой такой структуры, которая присуща крему, он не давал ее. Она, не будучи профессиональным химиком, экспериментировала с различными веществами и, в конце концов, подобрала такой химический состав эмульгатора, который хорошо мазался и быстро впитывался. Но Австралия, хотя это была быстро развивающая еще такая капиталистическая страна, страна переселенческого капитализма, все-таки при своей малонаселенности, при отсутствии достаточного количества высшего света, гламура, так сказать, не могла удовлетворить амбициозные запросы бизнесвумен, и она в возрасте примерно 35 лет со своим мужем, журналистом польского происхождения Леопольдом Треницким, эмигрировала. Вернее, ну не эмигрировала, поскольку Австралия была колонией, доминионом Великобритании, переехала в Лондон, и в Лондоне уже она от создания кремов и другой косметики перешла на следующий этап к созданию салонов красоты. Это было еще одно ноу-хау вот в ее бизнес, в бизнес-империи Елена Рубинштейн. Поскольку раньше такого никогда не было, женщина, приходя вот в этот салон, могла получить комплексную консультацию по уходу за телом, по здоровому питанию, а также даже по подбору там одежды, в том числе, как сопутствующая услуга, по рациону питания. И Елена Рубинштейн сразу ориентировалась на такую лакшери аудиторию, то есть на премиум сегмент, установив очень высокую плату за свои услуги, и чтобы показать, что действительно услуги высшего класса и доступны только избранным. И действительно представительницы парижского высшего света повалили в эти салоны, линейка косметических средств постоянно пополнялась, совершенствовалась. Революционным вкладом Елены Рубинштейн в эту индустрию было создание концепции трех видов кожи человека, сухой, жирной и нормальной, и того, что для каждого из типов кожи нужны свои различные косметические средства. Она также придумала водоотталкивающую тушь для глаз, для ресниц. И еще одним ее новством стало создание косметических спа-салонов для мужчин. Они появились уже, когда она эмигрировала, вернее, не эмигрировала, а была вынуждена бежать из Парижа. В Париж она, в свою очередь, переселилась из Лондона в 30-х годах. А когда Франция была оккупирована нацистами, она, естественно, как еврейка была вынуждена бежать в Америку. И заодно она спасла, выложив огромные суммы денег, после нацистской оккупации Польши, большую часть своих родственников, которые жили все еще в Кракове, и всех их поставила управлять там на такие вот хорошие должности в своих салонах поставила. Но, тем не менее, она сама железной рукой управляла своими салонами. Вообще она считалась дамой очень экстравагантной, в то же время очень экономной, мягко говоря. Так она, например, избегала питаться в ресторанах и брала там с собой на работу бутерброды. Служащие часто от нее уходили, потому что считали, что она мало платит или недоплачивает им. Но, возможно, что именно залогом успешной карьеры преуспевающего бизнесмена является вот такой подход к денежному вопросу. Возможно. Когда ей уже было за 90-х, в начале 60-х годов, ее попытались ограбить в ее нью-йоркской квартире таким оригинальным образом. Купив шикарный такой пышный букет цветов, значит, подошли, позвонили в дверь, она увидела только букет, открыла дверь, и, значит, это оказались грабители. И пока грабители там, значит, ходили, смотрели, где что в квартире, она успела у себя в декольте спрятать ключ с сейфом, где хранились все ее драгоценности. А у нее была большая коллекция, естественно, гавережных изделий, и наличные деньги были. И воры ходили, ходили, значит, ключ от сейфа не нашли, сейф, естественно, они унести не могли, и единственное, чем они смогли поживиться, это 100-долларовая купюра. И когда они ушли, значит, Хелена Робинштейн не без удовольствия сказала, что, говорит, добыча воров составила не более 60 долларов, поскольку 40 долларов еще они потратили на букет. Хелена Робинштейн уже и в глубокой старости выглядела очень молодо, чем подтверждала, так сказать, на практике действенность своей продукции, и умерла в возрасте 92-х лет в 65-м году в Нью-Йорке. О ней до сих пор остается память, хотя бренд Хелена Робинштейн сейчас принадлежит марке Ареаль, тем не менее они помнят как основательницы косметической индустрии, и не только даже в Америке и в Западной Европе, но и в России. Например, в Московском театре имени Пушкина недавно был поставлен, и с большим успехом идет спектакль под названием «Мадам Робинштейн», где главную роль исполняет премьерша этого театра Вера Алентова. Такая вот она была «Мадам Робинштейн», что они помнят во всем мире и спустя более чем полвека после ее смерти.